зонтик от солнца у нас стойко ассоциируется с предметом обихода прекрасных дам обеспокоенных березной своей кожи однако в последнее время вернее сказать уже не первый год количество мужчин пользующихся зонтами от солнца понемногу увеличивается потому что солнцезащитный зонт на самом деле высокоэффективен в предотвращении тепловых ударов и других неприятностей со здоровьем в японии уже второй год подряд жара бьет все рекорды что соответственно заставляет принимать меры в поисках защиты от нее восемнадцатом году жертвами солнечных лучей которые оказались в больнице стали около 6000 жителей страны восходящего солнца нужно сказать что островитяне очень внимательно следят за среднесуточной дозой вредного ультрафиолетового облучения в связи с чем на улицах японских городов появились отряды волонтеров которые учат людей показывая как правильно использовать солнечные зонтики помимо краткой инструкции также предлагается прослушать информацию о вреде зноя и о воздействии солнца на незащищенную кожу так что мужчины вслед за женщинами массово приобретают дешевые главное легкие складные устройства способные надежно скрыть их от палящих лучей цена такого изделия массового выпуска составляет примерно 28 долларов а вес всего лишь 100 грамм этим летом центральный токийский универмаг оборудовал отдельную стойку солнцезащитными зонтами для мужчин пропаганда и просветительская работа среди японцев не прошла бесследно так что в позапрошлом году количество мужчин среди покупателей этого товара увеличилась министерство окружающей среды тоже поддерживает мужские зонты от солнца особенно популярны зонты из материалов с высокими солнцезащитными характеристиками продавцы рекомендуют все которые сложно перепутать зонтами от дождя говоря объективно пока еще сложно найти мужчину с зонтом от солнца в многолюдных офисных районах по статистике основными покупателями этого не мужского товара главным образом являются 40 50-летние мужчины а также студенты престижных учебных заведений которые заботятся о своем здоровье на самом деле в японии культура использования зонтов от солнца мужчинами имеют свою историю и в начале двадцатого века богатые мужчины ходили солнцезащитными зонтами сделанными из дорогого шелка неизвестно по какой причине этот обычай был упразднен но возможно что инстинкт самосохранения в сочетании со здравым смыслом победят предвзятое отношение японских мужчин к этому новое введение летний номер журнала заказов по почте перечисляя методы предотвращения теплового удара пишет о мужских зонтах от солнца на самом деле что он из себя представляет это всего лишь переносная тень способные защитить нас от теплового удара и вообще первый зон был изобретен именно для защиты от солнца